Здравствуйте! Привет-привет, друзья! Этот видео для тех, кто интересуется вопросами об дроссельной заслонке. Какие симптомы и признаки бывают при неисправности и как отремонтироваться. Покажу, как разобраться и на что нужно обратить внимание. Современная машина – это не победа и не ВАЗ-2106. Современные автомобили оснащены огромным количеством электроунику и управляются все это портовым компьютером. Дроссельная заслонка – это узел, который управляется с помощью портового компьютера с электрическими деталями и обеспечивает нормальную работу двигателя. Все об этом узле рассказать и объяснить в этом коротком видео не удастся. Но коротко постараюсь рассказать основном, на что нужно обратить внимание, если ваш двигатель стал работать неровно. И если возможно, то же, как самому отремонтироваться. Если дроссельная заслонка неисправлена, то это можно определить по следующим признакам. Первый – двигатель начинает плохо заводиться. Второй – существенно возрастает расход топлива. Третий – автомобиль едет рывками. Четвертый – серьезно возрастает количество оборотов двигателя на холостом ходу. Пятый – когда автомобиль ускоряется, то это происходит с некоторой задержкой. Четвертый – из спускного коллектора раздаются хлопающие звуки. Седьмой – двигатель глохнет на холостом ходу. Восьмой – лампочка чек или горит постоянно, или загорается периодически, и не исключено подмергивание EPS-индикатора. Так как это более сложная система, чем ранние автомобили, правильная работа обеспечивается многочисленными татчиками и узлами. Чтобы не гадать и не предполагать, лучше продиагностировать автомобиль. Диагностика для современных автомобилей – это очень важный момент. И каждый водитель должен держать в бардачке диагностирующий сканер, как и в багажнике подъемник и запасную погрешку. Для каждого автовладельца диагностирующего устройства – это незаменимая вещь. Всего за копейки можно купить автомобильный диагностический сканер. Ее легко можно подключить, и с помощью вашего смартфона или компьютера вы будете знать все ошибки и проблемы о своем автомобиле. Вам не придется каждый раз идти в автосервисе. Разница между профессиональным дорогостоящим сканером и обыкновенным дешевым сканером в том, что профессиональные сканеры умеют работать и сканировать разные марки автомобилей, а обыкновенные сканируют только автомобили ограниченного производства. Поэтому во время выбора в диагностирующего сканера в описании нужно обратить внимание именно для каких автомобилей или с какого года производства машины они работают. Ссылку на магазин оставлю ниже в описании под видео. Диагностика автомобиля и коды ошибки в большинстве случаев вам покажут именно на что нужно обратить внимание. Существует ряд типовых причин, которые приводят к споям в работе тросельного узла и описаниям вещей проблем. Постараюсь коротко поговорить об каждом из них. Причины неисправности тросельной заслонки могут быть 1. Загрязнение заслонки 2. Резгерметизация системы 3. Укисление, загрязнение или коррозия контактов датчика 4. Регулятор холостого хода 5. Неисправность татчика тросельной заслонки 6. Иногда слетает адаптация заслонки Адаптация тросельной заслонки можно с компьютером и без компьютера. Механическим способом. Самый легкий способ адаптации механическим способом. Для этого просто вставим ключ сожигания и открываем ее. Счем 10-20 секунд и с большой вероятностью тросельная заслонка должна адаптироваться. В первую очередь нужно обратить внимание, не загрязнена ли наша тросельная заслонка. И если требуется, обязательно нужно ее чистить. Есть на ютубе много материалов, как почистить тросель. И об этом подробно я не буду останавливаться. Существует два варианта чистки. Со снятием и безразборная. Безразборный метод удобный и проще. И чистить нужно обязательно не в гараже, а на улице, чтобы не задохнуться. Однако, 100% результат может гарантировать только очистка троселя с тем монтажом. Если нужно обратить внимание, не произошла ли разгерметизация системы. Нужно проверить, нет ли трещин на корпусе троселя или на шланге, если такое имеется. Если причина подсос лишнего воздуха, двигатель будет работать неровно и с поребоем. Случается еще окисление, согрязнение или коррозия контактов датчика. Принцип работы тросельной заслонки на всех марок автомобилей похожий. Но, конечно, отличаются друг от друга. Как мы знаем, тросельные заслонки существуют механические и электрические. Разница между электронным и механическим тросельной заслонкой состоит в том, что сигнал, на какой угол должна открываться тросельная заслонка, в механическом случае от педали газа передается с помощью тросиком. А в электронном случае тросельная заслонка сигнал получает от педали газа с помощью датчика. Постепенно тросельные заслонки усовершенствуются и становятся более простыми и доработанными. Но это не обеспечивает долгую работу, и все они могут выходить из строя. Стоят они, конечно, дорого, но и можно подобрать более бюджетный вариант. Купить поддержанные авто за части или купить в интернете. Например, на Алиэкспрессе. Они продаются значительно тесе. Правда, они китайские, но могут работать не хуже и только срочно, чем поддержанные. Ссылку оставлю ниже, в описании под видео. Но прежде чем купить другую, конечно, интересно, подлежит ли или нет к постановлению старая дроссельная заслонка. Чтобы убедиться в этом, нужно ее вскрыть и посмотреть, что происходит внутри. Скрывается легко. Достаточно открутить полтики. Крышку снимаем тихо, осторожно. Как многие уже заметили, эта тросельная заслонка бесконтактная. Я ее снял на машине Volkswagen CC 2009 года. Преимущество таких тросельных заслонок в том, что потенциометры портятся реже. Посмотрите, как портятся контактные потенциометры. Портятся резисторные слои дорожки на потенциометры. Когда вы снимаете крышку, в первую очередь наблюдаем и смотрим внимательно, не потерлись ли дорожки на потенциометры. Как вот здесь. Если ремонтировать резисторный слой, такой ремонт вам хватит максимум на год. И потом еще придется ковыряться. Лучше, конечно, поменять, если это возможно, на данном тросельном заслуге. Еще нужно внимательно посмотреть на зубчики. Иногда седаются зубчики. У меня легко снялся зубчатое колесо, но иногда они снимаются трудно. Нужно найти вот такое отверстие на дроссельном заслонке. Засунуть туда узкий штырь и легко постукиваем молотком, чтобы выбить этот штырь и снять зубчатое колесо. Также важны детали тросельной заслонки и электрический моторчик. От исправной работы моторчика зависит очень многое. Снимается легко. Иногда нужно отпаять паяльником вот эти две проводки и открутить винтики. Делаем метки на моторчике, чтобы обратно потом легко собрать и разбираем. Вскрываем ее и смотрим внутрь внимательно, в каком состоянии ротор и тому подобное. И чистим с помощью нулевой наждачной бумаги, если там черный пель, нагар. Очистить ее желательно, чтобы понизить сопротивление. Можно и применять специальные жидкости для очистки контактов. Чем ниже сопротивление, тем лучше будет работать тросельная заслонка. Некоторые такие моторчики не подлежат к восстановлению и, конечно, нужно поменять. Некоторые из моторчиков продаются на Алиэкспрессе. Ссылку оставлю ниже под видео. Вот и мы подошли к концу этого видео. Я не профи и не специалист этого дела, но когда нужно пила, самостоятельно разобраться в этом деле. Потому что в нашем городе трудно найти толкового мастера тросельных заслонок. Если будут вопросы, пишите в комментах. Постараюсь помочь, чем могу. Подписывайтесь на канал и, пожалуйста, не желайте кликнуть на кнопку «Нравится». Если чем-то было полезно, это видео для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!